Кто-то должен прийти, мессия какой-то, и сказать, аллилуйя, братья. Вот я вам открою секрет силы, панацею силы. Что, Миш, как дела у тебя сейчас? Без камеры-то было, вы видите? Жанин, ну как ты? Я задумываю, Миша, еб! Как тебе дела там? Да, сейчас официально уже, Миш, ну как тебе дела? Да, да, да. Нормально, вот, грудярюсь опять, в маечке, пошел тренироваться. Покатай сейчас у меня. Понятно. Покатай. То есть не знаешь, что такое Покатай? Не знаю, не знаю, честно. То есть твои спортсмены Покатай не пульсируют? От жизни я встал. Это переводится Покатай, это пука и какай тихо. А, ну да. Или Покатай какай тени. Это нормально. Нет, пошел кульсовая терапия сейчас. У нас как раз и проект мы сейчас сделаем. Вот и сегодня мы как раз вот так за пришли сейчас. Которую начинали реальную качалку. Вот он, ну да, дверь. Жив, здоров, тренер. Все помним. Андрей Васильевич Маритонов, дай бог ему здоровья, позвонил сегодня. А вот, я так понял, рекрутов новых набрал, чтобы их замотивировать, так скажем. Правильно сегодня сделал, чтобы позвонил и напомнил, что... Не забывай свои корни, помни, есть вещь на порядок, выше ты слышишь. По идее, нужно сваливать отсюда, когда там в песне, в песне, в тексте указ как поется, читается. Ну вот, не забывай корни нашей реальной качалки, это весь прекрасный, легендарный зал. Спасибо, Миша, спасибо. У верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Правильно? Точно. Так, а делать не буду, но они... Какие-то в лесу уголок, блядь. Правильно. Сегодня я буду делать тягу с широким хватом, наклоны. Крайний раз после последнего видео нашего, где я делал тягу с плитой 200 кг, я сделал еще две тяги. У меня была тяга в трэп-грифе 260 кг на 5, то есть я сделал 70, 120, 170, 190, 210, 230, 260 кг. Сделал по 5 раз, один подход. И в пятницу ту я сделал тягу с плитой 270 кг. 170 кг я сделал. Три подхода разминочных, по три раза 70, 190, 210, 250, 270. Сделал по 3 раза один подход. Вот такая тяга сегодня. Сегодня по самочувствию будем делать. Ну, посмотрим. 50, сейчас, не знаю, 150, 170 кг, пока покачаем только раз. Давай. Блянки старые, но целые. Сколько у тебя тяги? 120. 120, нифига себе. О, становые. Я думаю, какая еще может быть? О, пояска, пояска. Тяга может быть еще знаешь какая-то тяга из зала. И рывок бывает еще знаешь какой-то в душ. Нифига себе 120. С ума тянешь? Ну, сколько? Что? С ума тянешь? Да. Или в классе. Масилич, ты чего его не научил? Ну, так все. Такое, с ума, классика. Нифига, вот этот 120 не тянет. Не знаю, как он тянет. Я думал, по виду он только пока что сигаретка ему за подъезда затягивается. И пивасик подтягивает. А он оказывается 120 тянет. Вот, товарищ телезрители, познакомьтесь с этим пареньком. 120 тянет. Ну, встань, никакого роста. Посмотри, это вот. Ну, он сколько лет? Ну, 170-17 лет. 17 лет? Ну, нормально. Вены. Вены. Смотри, какие вены, ребята. Вены, блин, толще, чем предплечье. Красота. Это главное. Красота, это слово. Мне самое главное, что сепарация есть. Да, да, да. Ну, что сепарация самое главное. Вены есть. Красота, новости. Ты же верил, что рельеф и сигунки себе стивы. Да нет. Ну, вот он пока что доказывает, что и сигунка у него есть. Да. Какие-то вы необыкновенные. Ну, какие я. Не, ну, у нас есть необыкновенный парень. Артурчик. Да. Вот он такой парень, который с ДЦП тянет 180, сжмет 130, приседает 150. Представляете? Ты похож на Шварценеггер, только на маленькую. Я знаю. Знаешь, что его? Кинжабай. Да, ты все выступаешь? Нет. Ну, как, нет, что ты говоришь? Ну, да, выступал. Нет, ну, нет. Нет, вот посмотрите на этих людей. Ты суровый Челябинск. Здесь никто не говорит правду. Это не то, что плохое качество. Это нормально, понимаешь? Потому что вдруг, я не знаю, вдруг я пришел, откуда выйти. Старший оперуполномоченный Калининского района. Артура Кинжабаева знаете? Он сразу же, нет, не знаю. Сразу же отрицал, молодец. Это чисто по-челябински. Доклад. Химия, химия. У российского флага сверху знамя синяя. Полоска синяя. И он ничего не пробовал мне. И когда еще ничего пока это. Не пробовал. Да. Хорошо, что не пробовал. Ну, почему свое время? Позже попробуешь. Позже завяжешь. Да, да, да. Время придет, попробуй. Да, вот. Он говорит, да, времени-то хватает. Денег нету, да? Пришел ко мне Вова, он с КДК, у него была своя техника, там, скамейка была высокая, ножки болтались. Он с КДК брал 165, вот так вот, ложивую. Вот так. Судахло. Ну и технику давай ему ломать, ставить. За 10 лет словом. Вон, короче, через месяц, за 10 лет словом. Он через месяц 200 выжил. Понимаешь? Ну, понятно. Да, 200. Говорит, да, я тебе 300 быстро пожму. Буквально, говорит, что тут, ну, понимаешь, голова закружилась от успеха. Буквально, за месяц, ну, на воду. Я обожди, говорю. Не торопись. Да, 11 лет мы эту технику ломали, которая заложена вот. Очень тяжело. Слава, я помню, что я с вами сейчас еду в соревнованиях, не помню, с каких. А он мне грузит. Ну, я там 200 порвал первый раз. Ага. 2008-2005, он говорит, а мы едем, а Исаевич чуть-чуть так подпил капельку. А он же всегда немногословный. О ком не говорит. Миха, ну вот душечку порвали. Тут до мирового немножко осталось. Сейчас, говорит, в таком же духе поработаем. 10.60 и все, олимпийская медаль. Я сижу такой, Сан Саич, говорю, а у нас что за олимпиаду-то дают? Он говорит, Мих, ну квартиру-то точно должны дать. Я говорю, и машину дадут? Да, и машину дадут. Я говорю, ну, может быть, как вот Андрей Иванович Миркин с книгой, если ты его тренер попросил, чтобы нам рядом дома построили. Он такой, он такой лежит, такой, думает, дома, 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 дома. Ну, ты, говорит, слишком глубоко зашел. Это как в анекдоте про цыгана с цыганенком. Купили, значит, они только купили лошадь, кобылу. Идут с этого, с рынка, не знаешь, нет? Идут с рынка, и этот цыганенок-то сын, он отцу спрашивает, Па, а вот она у нас кобылка, говорит, она же, ну, должна когда-нибудь нам жеребенка родить. Он, конечно, родит. Он говорит, о, здорово. А жеребенок такой будет такой же, Света, как она, говорит, такая же, ну, каурая. Он говорит, ну, посмотрим, какой, говорит, папа будет. Папа будет вороной, будет вороной, будет мама, мама будет там, каурая. Он такой, ладно, идут, идут через, а тот опять спрашивает. Ну, вот он уже подрастет, когда, говорит, скакать начнет по лужку. Я на нем прокачусь? Он говорит, конечно, прокатись. а я на него сяду, ну, надену на него, говорит, уздечечку-то, он, конечно, одевай, ну, говорит, только не одевай это, седло не одевай, уздечку одевай, я, говорит, одену уздечку и так поскочу, и буду скачать, скакать, ему по бокам, ему давать, а он быстрее, быстрее, ветер в лицо мне, и трава, и, это, он ему берет вещи, отец, сыну, такой, стой, говорит, а только хребет сломаешь, и здесь, говорит, что, говорит, ты ослал, ты, говорит, аккуратно, говорит, да, 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 так, что, говорит, теперь то же самое, по поводу на будущее, не в химии дело, понимаете, а в мотивации, не, знаешь, что самое интересное, что люди начинают искать эту мотивацию в ком-то, да, кто-то должен прийти, мессия какой-то, и сказать, аллилуйя, братья, вот, я вам открою секрет силы, панацею силы, вот это делать надо, это, 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 я уже не рассказал, как стать сильным, больше не буду говорить. Герой труда, герой спорта, герой, там, военных действий, герой медик, да, еще кто-то там, да, то есть, и должны говорить, и говорить об этом должны высокопоставленные чины, а у нас высокопоставленные чины только говорят тех, кого нужно лоббировать куда-то, и во власть, или еще куда-нибудь, да, понимаешь, а надо говорить, а в тот же момент, человек, который тот же спортсмен, например, или герой, он должен быть еще, ну, метла должна нормально работать, чтобы я мог сказать, объяснить, чтобы он был интересен, чтобы за ним пошли, а у нас порой бывает олимпийский чемпион, хорюмой все, и все, и папа потом у него сидит, пивася попивает, и говорю, ну, да ну-то ему 100 штук евро, ну, так-то он тупой, посмотри, посмотри на него, ты что, сынок, какие тренировки ты хочешь такие, что-либо, не факт, что ты выиграешь эти 100 тысяч евро, а тупым останешься, понимаешь, поэтому и спортсмен должен, он как бы должен обладать тем же самым, то есть у нас, знаешь, что вы скажете, как тяжело вам было победить, ну вы знаете, я тренировался, 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 иногда травмировался, потом опять тренировался, потом вот победил, вот медаль, посвящаю ее президенту, республике, например, да там, еще коем-нибудь. все равно интеллект с вами ты же неординарен плане плане направлений понятно василишь я добился потому что она была ну и не только поэтому наглый по отношению к себе иногда я видел свои не смотрю эту перекламу переключаю с этим ключом не в этого потому что смотрю я себе изноравлюсь потому что реально смотришь на себя и думаешь вот ружу да не народу правильно и на 1 смотришь клоун какой-то да а потом сам думаешь а чё я буду там делать то что мне хотят мне говорят делать как не быть тут и спортом получается не выступаешь сел я в том году до жопа в лужу сидишь и звонков ничего нет не приглашение понимаешь себя понимаем и сидеть прислушиваешься человеческую толпе я как бы это не делал то не делает так не ходи здесь так не говори так не рассуждает так опасно говорит это ты слушал ты мне добился и ну правильно мы понимаем вот и все герой спорта как как монеты не как не да я вот у меня дали инсля aggravatedbliors и реверс и всегда обла brushes внимание на аверс это веселее реверс да когда он она в обману на вот это ребрышка медали или монеты смотрим вот в ней все самое интересное в ней себе бля человеческие грехи мне все самые человеческие интересные стороны не то что вот это вот эта пуха в человеке вот это хорошо а А вот это еще, самое интересное, и чем она, знаешь, смотришь на монеты, на эти ребрышки, на монетах, смотришь, вот я обращаю внимание, она такая засмоктанная, засаленная, сколько, через сколько она прошла, да? Интереснее. И чем она интереснее, а если ее посмотреть в микроскопе, а если после нее руки не помыть, типа, есть, и вот, что, увидишь. Да, 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 да. Поэтому вот так вот, и человек так же. Но у нас пытается, видишь, иной раз показатели просто по телевизору, и вот так, и вот так, и все, вот эта плохая часть, то есть, чемпион, поймали на доп.контроль, сразу же плохой, понимаешь? Понятно. Толщины, наверное, 25, наверное, ну, 25 миллиметров, такой, не лом, просто мы с ним разминались. А я вот такой взял, стою такой, самсай, сидит за стол, была мне, пишет. Он говорит, ну, что, как самочувствие? Я говорю, шеф, ну, меня, я говорю, стой ты сидишь, что я сейчас этот лом загоню. Он такой, ну, загни. Я такой, ну, смотри, я загонул, помню, ну, давай, гни, потом, такой, раз, очки, такой, снимай. Я такой, беру, такой. Я такой, вот, загибаю. Он такой, молча смотрит. Ну, теперь разгибай. Шеф, Александр Савич, привет, Исконнику Александру Михайловичу, привет, привет. Загнул, да? Загнул, ага, но я потом его между стоек, там у нас точки такие стояли, к полу прибитые, я его так подвыпрямил, но. Для ровностей. Вот это было тогда, когда можно было блины рвать, понимаешь? Ну, ага, да, да. Да. Настоящая. Тогда просто ничего не болело. Ни душа, ни тела. Негру, чтобы заниматься агрессивным устремом. Дверь, триста, двести, триста. Да, классический. Тогда можно туда выходить. Миша, да? Вот, Миша, не стесняйся, это я, что мой кент. Вот, и его камера кенон. Кенон с кентом, кент с кеноном. Вот я хочу вопрос. Вот, желание стать, там, заняться силовым стримом, потом, понятно, желание самым сильным стать. Вот, давай так, у 15 лет, для чего вообще сейчас, на сегодняшний момент? Я тебе не отговариваю, ты можешь просто на сегодняшний момент дать определение своему желанию. То есть, расставить приоритеты, для чего тебе это надо? Хочу стать сильным, хочу поднимать большие веса, чтобы про меня узнали много, чтобы мама, папа, дед, штангисты гордились мной. Ну, вот так пришел я, похудеть вообще, начальник. Ну, похудел? Да, пришел грушей, сколько, в 13 лет, 106 килограмм весил. Я вам молодец, видишь? Потом сбросил, а потом узнал, как вот, спорт есть такой вот, пауэрлифтинг. Ну, и понравился, поднимает штангу, большие веса. Ну, вот, я тебе желаю, чтобы, в принципе, нормальный, обыкновенный, банальный, с одной точки зрения, но, с другой стороны, великий. Мотивация быть приятным глазу своим предкам, родителям, дедушкам, бабушкам, которые бы говорили. Ну, и не будет, понимаешь? Бабушка может сплакнуть. Потому что, когда я помню, я поднял первые 100 килограмм фотографии, я показал ей, сколько здесь? Я говорю, бабушка, здесь 100. Сынок, это же так много, ты что себя гробишь? Я говорю, бабушка, это, говорю, мало. Ну, вот, но я тебе хочу сказать, что дедушка не будет гордиться, там, до последнего, если он штангист. Он будет просто радоваться, что его сын, внук, не на улице. Вот это самое главное. Понимаешь, самое главное в спорте, вот я вам всем советую, пацаны, так получилось, все случайно-неслучайно, да? И камера не случайна здесь. Тоже случайно-неслучайно, это уйти от реальности. Есть реальности несколько. Реальность такая подзаборная, она тоже неплохая, она тоже закаляет людей. Есть реальность закрытая такая, когда ты родился, ты золотой ребенок, родился в золотой семье, тебя с пеленок до самых твоих, тебя даже в гробу похоронят лакированным. Понимаешь, ну ты не увидишь самых тяжелых каких-то моментов, да, в жизни, которые тебе покажут все прекрасы этой жизни, да? И тяжелая, потому что, грубо говоря, чтобы почувствовать сладость, нужно попробовать горького. Спорт это одна из вещей, где ты горького хлебнешь больше, чем сладкого. Два старта в год, вот я по штанге выступал, два старта в год, по полгода подготовка, полгода горечи. И всего лишь, блянь, какая-то капелька сладости, когда ты зафиксировал вес и все. Но в этом не зафиксированном весе сам смысл, цимус. Цимус как-то к этому прошел, понимаешь? Как сказал, кто сказал, что Кай Грин сказал, чемпион это тот, который прошел трудности, он уже чемпион. Фактически чемпион это тот, который получил медаль. А чемпион в плане духовности, в плане, понимаешь, вот от характера, перебороть себя, пройти через этот тренировочный процесс. Это именно сам путь. Не бывает так, что самое интересное, приходят чемпионы, хоп, блеснул, и через какое-то время его уже нет. В основном, смотришь, там человек, тот же самый савискос, Савва, тебе привет. В 95-м году начал это делать, вообще рюниором, пацаном. Попор лидер. Да, 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 да. Потом, да, 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 да. Он бодибилдингом, но еще начал заниматься. Фотографии с ним там стоит, или вот так стоит, или вот так, или вот так. Поэтому, ну, это такие единицы людей, как Савискос. Поэтому, если там не станешь чемпионом, по крайней мере, ты пруживешь такую серьезную житуху меха. Вот и все. И самое главное, что ты воспитаешь, и твои плоды твоего воспитания увидят твои дети. Топ. Вот все. И напомню, что негодяй чемпионом, блин, не станет. Вот я негодяй, и я не стал. Не могут все быть хорошими, правильно? Ну, понятно. Вот все, поэтому. Ну, правильно воспитывать. Поэтому в этих подвальных качалках, вот именно те, которые, которые, ну, добиваются. У которых есть, ну, как тебе сказать, вот, был недавно на проповеди, да, в церкви, батюшка сказал, значит, мальчик разбился в машину, но в аварии, на заседаниях разбился. Вот он ему проповедует, говорит, то, что тоже, говорит, не упадет, не умрет, если зерно пшеницы не взойдет, колос, если зерно пшеницы не умрет, да. Он, говорит, после его смерти пять человек переступило в порог церкви. То есть пять человек, ну, из них вот двое, говорит, там молебния, две записки отдали, трое всю службу простояли. Одна девочка осталась, начала спрашивать, как вот за него там молиться, туда-сюда, начала тось. То есть, в так же спорте есть такие единицы людей, которые махаратят себя в холоча вообще, для того, чтобы вот они потом шли. Если они это понимают, это те колоса, те колоса всходящие, плоды того колоса доброго. И он же сказал, не репея упадет, семя не взойдет, пшеницы. Вот я считаю, что спорт, спорт тоже такой, культурный злак такой. Да, да, да. Не, Яша, Сашанов вписался, Сашану привет, гораздо легче стало тренироваться. Слушай, Миш, а сколько у тебя? Саша, Сашанов, привет тебе. И жал он в три дня, в три ночи, пока жало не сломалось. Жало не сломалось. Пожмем, ну посмотрим, 100 на 10, может, позже по 110 на 10, посмотрим, как пойдет. Я вот жму, да, и мне сомневали. Жаль прямо в голове, акцент первый, жать вот прямо на травмированную руку. Да? Да. То есть акцент делать на эту, ей жать. А это догонит. Ну это понятно. Потому что если вот это, значит, со Сибириным начинать, жать, это вот сюда, и нагрузка вот на это, и все. И там уже жил, не жил. Ну, еще человеку всему приспосабливается. Время полетит. Сейчас. Что, не вносишь? Понял. Вот так убираем. Там диски и стойки. Старые. Вот так. Давай. Я считаю, и где-то 70% я лучше-то в этом, ну, не знаю, я так считаю, обдирающим это упражнение в классике. Я с тобой с тобой. Понимаешь? Дугообразное, получается, движение. То есть не такое, а тут длиннее. Лишняя трата энергии уходная. Я с тобой согласен. Поэтому, как бы, я практически это не даю. Даем вот в этой плоскости, плоская и полумозная. Лиша, гая, пришел. Ну. Лиша, гая, пришел. В кресте, в кресте все равно, я думаю, работает мышц меньше, чем в классическом положении локтей. Под 45 опустил, под 45 выжил. Тут-то все равно мышцной группой, как бы, поменьше за действовало. Их меньше просто в совокупности. Да, да, да. И... Оп! Все, пойдем. Вот. Хорошо. Есть. Давай. Пожалуйста. Оп! Все. Все. Встать. Вот, нормально. Легенько идет. Значит, тяга, тяга широким хватом, рывковым, с постановкой, так скажем, ног выше, мне тренер говорит, то есть с полусогнутых ног. Повторюсь, я делаю, это мое подсобное упражнение, которое развивает, но в основном, заднюю поверхность бедра и спину. Вот. Для чего я это делал сегодня, 190 качал. Просто разминался. Но я скажу, что 190 в Натураху мне сегодня понравилось качать. Можно было больше, но всему свое время. Поэтому следите за тяговой, за моей тяговой подготовкой в Натурах.